и реально обиделась на меня телефон Продолжение следует... Трубку она тоже сбросила. Ну что ж, тогда мы продолжим с переводом, потому что Алядна, видать, совсем на меня обиделась. Но я не вижу другого способа выучить письмо, поэтому... Как бы там ни было... Если здесь пропустить в этом занятии, то потом будет ещё тяжелее. Это последнее занятие, посвящённое письму. То есть письмо, собственно, само закончилось. Так, значит... Даша дала перевод. Ну да, пожалуйста, вторую строчку. Читать? Да, читайте вторую строчку. Асич Шалвечу Дхарматма Шатрия Партхивипати Переводить. Жил среди шальвов справедливых шатрий Владыка Земли. Сергей? Что? Ну, а вы как перевели? Ну, так же. Так же, ну, вы же не могли слово в слово перевести в той же последовательности? Вы наверняка как-то чуть иначе? Не, ну, тут опять, ну, всё к шатрию относится. Можно слова переставлять в русском, это можно свободно делать. Ну, хорошо. Можно сказать, что к шатрии, там, очень справедливый Владыка Земли, жил-был среди шальвов. Мне кажется, тут без разницы. Вы все слова перевели? В смысле, все в этой строчке? Да. Ну, да. Повторите, пожалуйста, ещё раз, я, чтобы отследить было. Ну, жил-был среди шальвов, очень справедливый воин, Владыка Земли. А где тут вы видите, очень справедливый? Нет, не очень, это я перепутал. Это пара Мадхармика, а там просто Харматва. Переведите, пожалуйста, вторую строчку. Жил-был среди шальвов справедливый воин, Владыка Земли. Да. Да. Всё верно. Ой, ой, так, где же наша, где же наша Ариадна? Даша, отпишите, пожалуйста, в группе и Ариадне. Вы знаете, я не смогла открыть ВКонтакт, потому что у меня занимает сейчас скайп. Я вас понял. Потому что я хотел бы с ней пройти, вот. Сейчас наберу ещё раз. Нет, она отключила телефон. Да надо переждать. Это эмоциональный такой. Сегодня 29-й лунный день, это нормально. Бывает. Ох уж. Главное, чтобы она не надломилась. Но мы совместными усилиями постараемся её вернуть потом. Потом лично напишем вообще. В течение недели. Итак, у нас, у нас, у нас. Мы не прошли Санхи, получается, да? Ну да, мы их брали, как это, отбаивали в бою. Да, в бою. Но сами Санхи мы не проходили. Но хорошо. Итак, мы писали правила написания? Нет. Тогда пишем. Хотя нет, правила написания... Ну ладно. Если совсем не писали, то пишем. Правила написания. Слова пишутся слитно. Если предведущее, одно из двух, оканчивается на согласную. А мы писали это. Так вот, я и спрашиваю вас, писали или нет. Итак, это писали. Хорошо. После правила... В прошлом году. В прошлом году, да. Значит... Да, это есть. Это есть. Значит, Аси Драджа. Угу. Хорошо. После этого идет правила звуковых изменений в тексте. Значит, на доске я напишу термин, который... Освоение которого в ближайшие недели будет вашей главной задачей. Термин называется САНДХИ. 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 Можно... Доску можно, пожалуйста, быть... Вот, куточку. Сейчас скидну. И так, САНДХИ. Открыли, Сергей? Скайпи, да, кинуты. Угу. Сейчас. 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 Ну, хорошо, откройте потом, значит. Итак, значит... В санскрите, в зависимости от того, где находится слово, оно меняется. Точнее, его написание меняется. Ну, и не только написание, его произношение меняется. В зависимости от того, какие буквы окружают это слово, меняется само слово. Какая буква, какое слово менялось в домашнем задании? АСИД. АСИД. Была Д, а становилась она чем? Какими двумя буквами? Н. Н и? Н. Ч. Ч. Ч и ещё? Т. Т. Да? То есть, под влиянием соседствующих букв, оно менялось или чуть-чуть, как в случае с Т, или уже более существенно, как в случае с Ч. Это уже более существенное влияние. То есть, влияние может быть каким? Оно может быть в одну сторону, один звук, находящийся рядом, меняет другой звук. Это называется неполное уподобление, неполная ассимиляция. А есть, когда меняется и слева, и справа, и тот, и другой. Это называется полное уподобление, полная ассимиляция. Значит, санхи означает соединение, соединение. И в медицине, я так понимаю, это соответствует суставам. А здесь, в грамматике, точнее на письме, это соединение звуков. То есть, в санскрите мы помним, что пишется, то и вышется. Да, то есть, тут все просто. Никаких хитростей, как в английском языке. Итак, правила санхи бывают о разных видах. Их не так-то много, но их запоминание, это еще сложнее, чем само письмо. Тем не менее, не зная их, невозможно понять, что же вы прочитали. Итак, санхи бывают внешними, на стыке слов. Санхи бывают внешними, на стыке слов. Бывают внутренними. Между, например, приставка плюс корень. Так и прям пишем. Приставка, знак плюса, корень. Санхи бывают внешними, на стыке слов. Бывают внутренними, между приставкой плюс корень. Санхи бывают согласных и гласных. То есть, перед тем, как перевести текст, нам нужно восстановить его исходную форму, до того, как оно подвергалось изменению. То есть, то, что мы читаем, это еще не то, что есть. Не то, что должно быть. Не то, что вы найдете в словаре. Понятно, Даша? Да, да. Потому что индусы были настолько верны правилам благозвучия, что они не могли позволить себе оставлять какие-то грамматические конструкции, которые противоречили друг другу. Какие-то скопления угластных и согласных, которые были неблагозвучны или сложно произносимы. Итак, значит, первые санхи, это значит у нас санхи конечного Т. Санхи конечного Т. Записали? Угу. Значит, ну вот, в кочерегле написано среди внешних санхи, согласно широко распространена регрессивная ассимиляция. Значит, ассимиляция это уподобление. То есть, один уподобился другому. А регрессивная, это означает, что что тот, кто идет после, влияет на того, кто идет до него, перед ним. Вот что значит регрессивная. То есть, одно слово оканчивается на одну букву, другое слово начинается на другую букву. И вот это второе слово, которое начинается на определенную букву, оно влияет на на конец первого слова. Пока понятно? Угу. Вот. Значит, ассимиляция, то есть, уподобление бывает полным, бывает неполным. Вот как раз первый случай, асид, раджа, это неполная ассимиляция. Почему? Потому что в слове раджа ничего не меняется. Итак, я напишу. Ведь могло бы и поменяться в самом слове раджа. Но этого мы не видим. Когда мы пишем правило сандхи, мы выписываем то, что было до, и то, что после. Итак, асид, раджа. Итак, подчеркиваем, значит, одной черточкой букву Т, и двумя черточками букву Р, и стрелочку от Р к букве Т, то есть Р влияет на Т, Р влияет на Т, и переходит в, еще раз, значит, повторяем, все же то же самое, только уже, асид, д, 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 звук Т переходит в Т, асид, раджа, жил-был царь. Это происходит не только с буквой Т, на первом месте может быть не только буква Т, а могут быть а могут быть значит, шумные, звонкие, значит, шумные, звонкие, шумные, что такое шумные, Сергей? Это какие вообще звуки? Это про кого вообще речь идет? Это фрикативные, что ли, которые? Нет, шумные, это спарши. Спарши это на что? Прикосновения. Ну, да, прикосновения, но прикосновения у нас, это у нас квадрат, речь идет про квадрат. Даша, понятно? Да. Перед квадратом. Все 20 получатся. Но тут есть ограничения, Сергей, тут есть ограничения. Перед шумными звонки. Какие у нас из них звонки? Итак, открываем таблицу классификации, таблицу классификации, да, хоть по Кнауэру, хоть по Миллеру. Открываем. Ну, короче, без Х, без Х. Так, хорошо, без Х, который, но на самом деле это неправда. Ведь предположение смелое, но неправильное. Это звонкие, да? Звонкие, вот Миллера я открыл, и там прямо четко написано глухие, звонкие. Какие? Даш, звонкие. Га, джа, да, даба. Да, ну и соответственно их соответствующие значит придыхательные. Да. То есть они сюда тоже идут, да? Значит смотрим дальше. Есть ли какое-то еще ограничение? Значит шумные, это означает квадрат, то есть все согласные, которые проходили одним блоком, в первом уроке. Звонкие, это вот га, га, джа, джа, да, дга, дга, бабха. Сергей, следите за мыслью, да? Да, да, да. Угу. Заднеязычного, зубного и губного рядов. Это, Даша, у нас какие? Так, заднеязычные. Да. Вот эти. вы не бойтесь. Да, дха, да, дха. У нас получается гг, ддг и ббг. Понятно или нет? Просто в разных учебниках, Даш, используется разная терминология, но вы должны поднимать принцип, когда немножко разные слова вас не будут смущать. Еще раз. Бесцеребральные Бесцеребральные. А, бесцеребральные. Сейчас, я напишу сейчас. Гг, г как в слове го, корова. Гг, ддг и ббг три пары. Гг, ддг и ббг. Записали? Это первая группа звуков. Дальше написано перед ЕРВ. Ну, это записываем просто списком. ЕРВ. А первая какая буква? Я, как ИГР. А, И. ЯРВ. ЕРВ. ЛА, да? ВВВ. В учебнике. Сергей, смотрите в учебнике. ЯРВ. Пятый пункт. Т уподобляется тому звуку, который стоит за ним. Т уподобляется тому звуку, который стоит за ним. И Т превращается, то есть пишем стрелочку Т, пишем стрелочку, переходит в Д. перед гласными, перед ЯР, ЕР, В, и перед ГГ, ДДГ, и ББГ. А по-умному можем сказать шумными звонкими заднеязычного, зубного и губного рядов. Так, понятно? Разберем все. Даша? Ну, вроде понятно, но не могу точно сказать. Главное, чтобы хотя бы ну... Ну, я какие-то знакомые тебя слышу, потом тоже осознаю. В общем, потом... да, тут я согласен. Первый раз приходится осознавать, и не сразу получается. Итак, это было первое санхи. Всего у нас их четыре в данном уроке. Второе санхи. Значит, прям так можем писать первое и второе. Т превращается, то есть пишем Т, после него пишем стрелочку, и превращается оно в полотальные запятая церебральные и согласную Т превращается, превращается, превращается в тот же звук, перед которым он стоит, Т превращается в тот же звук, перед которым он стоит, когда он встречается с полотальными церебральными рядами и перед Л, Л обычным. То есть всегда, когда Т встречается Т в конце одного слова встречается с полотальными и церебральными в начале другого слова, Сергей, какие у нас полотальные и церебральные, это у нас какие, товарищи? Ча-чха джа-чха га-та-та-да-да-на да, да, точно, перед ними наш Т преобразовывается до неузнаваемости. То есть если в первом санхи была неполная ассимиляция, то есть звук изменился, но его можно легко узнать, что Т, что Д, они близкие, да, то здесь изменение более существенное. Оно более существенное. Итак, асид джанах напишем себе и я тоже пишу. Асид джанах. Кто такой джанах, Сергей? Создатель Даша? Человек. Человек. Жил-был человек. Итак, джей у нас относится к тем условиям, когда у нас Т меняется на такую же как на такую же как буква первого слова, которое следует за ним. Соответствует условию? соответствует. И получается, что мы имеем на выходе джэ-джэ, то есть асид, асидж, а джэ-второе, оно остается. И мы имеем лигатуру асидж-джэ-джэ-нах. Асидж-джэ-нах. Ведь мы согласно и пишем слитно, так? Согласно правилам написания. А здесь они изменились. То есть здесь была полная ассимиляция. если в первом случае была неполная звуки еще хоть как-то узнаваемы, то здесь они изменились весьма существенно. Хорошо. Это было второе санхи. Второе правило санхи. Третье правило. Т превращается в N. N обычное. Т превращается в N. Перед носовыми. Т превращается в N. Перед носовыми. То есть пятый ряд. Пятый ряд спарша. Это Даша у нас какие? Что такое носовой? Ужас какой. Учебник упал. Носовой. Ну это весь пятый ряд. Я не знаю как по-другому сказать. Азвучь нга ня на на ма Так точно. Перед этими товарищами T на конце слова меняется. Понятно, да? Во что она превращается? Она превращается просто в N. Итак. У нас в отрывке, который вы читали, было а-си-т-мадрэшу, да? Угу. И там у нас вместо T что получилось? Получилось Даш? А-си-т-мадрэшу. Получилось а-си-т-эн. То есть, то есть, собственно, вот мы получили вот эту N. Ну, запишем вот еще другое слово. а-си-т-мэргах. М-эргах. То есть, после буквы T идет буква M. M это у нас носовая. Следовательно, наша T преобразуется в N. То есть, пишем а-си-т-мэргах, пишем стрелочку и повторяем а-си-т-мэргах. А-си-т-мэргах. Кто такой мэргах? Кто такой мэргах? Открываем словарик кочергиной. И подсказываем мне. На букву M мы открываем. не знаю. Я же написал на доске. мэргах. Ну, что-то не видать такого. Да прямо. А ну-ка в каком месте должно быть, Даш? мэргах. А, нашла газель. Газель, да. Мэрга. Нашел я животное, газель, антилопа. Газель. Основное значение этого слова газель. Оно не относится ко всем животным. Жила-была газель. Да. жила-была газель. Это была третья разновидность санхи. Четвертая разновидность санхи. Это когда T встречается с Ш. T плюс С С С Д дает и тут меняется и тот, кто слева, и тот, кто справа. У нас уже был такой случай, да? Даш? Да, сейчас вешаю. Так, раз у нас был, собственно, такой случай, когда меняются и слева, и справа. То есть до этого мы такой не рассматривали. Менялся только товарищи, который спереди. А тут поменялось уже все. И слева, и справа. Итак, асид, асид, напишем, значит, шалвешу у нас уже, у вас уже есть. А мы напишем другое слово. Напишем шашах. Асид, шашах. и спросим Сергея кто. Это такой? Шаша? Шаша. А шаши? найдем. Это кто у нас? заяц. Заяц, да. значит, жил зайц. И что с зайцем случается? Значит, буква Т превращается в Ч, а Ш в Ч. Х. Но так как они пишутся слитно, то получается Ч, да? Понятно, что случается с зайцем? Даша? Не совсем. Аси, аси, ч, ч, аси, ч, Аси, ну да, ну так, собственно, то же самое, что в этих самых Асич, Чалвешу, то же самое. Вас же Асич, Чалвешу не смутило окончательно? Ну, честно говоря, было не очень просто. Было не очень просто. Ну, хорошо, давайте повторим то же слово, получается, было Аси, Шаша мы меняем буковки. Собственно, было ДОС, было То, Стало, Стало, вот Аси, Ч. Стало вот это. И ничего нас не должно смущать. То есть, когда мы видим в середине длинного слова такое сочетание, как Ч, Ч, то это должно нас настораживать. Мы должны заподозрить там санхи. Что там были другие звуки. бывает, да? А по жизни и так такого не бывает в других случаях, да? В других случаях это достаточно редко, поэтому это должно настораживать, да. Это чаще именно как результат санхирования. Аси, чаша, жил-был заяц, Ну, собственно, это есть первый набор правил Сандхи Правил благозвучия Вы дома негатуры-то писали, ну, в смысле, я имею в виду сочетания разные, которые мы проходили, да, ведь писали? Ну, я думаю, что мало Я там выслал вам, там, проверьте, пожалуйста Ну, у вас получилось сейчас один, два, три, четыре страницы получились? Нет, ещё Ещё надо писать, да много очень Тогда ещё есть время Да, у вас как? Да у меня всё в прошлом году, у меня, как это по-русски сказать Год-то бы назад уже В общем, я буду писать, конечно, на этой неделе теперь Хорошо Уже два года изучайте 90 Есть кто с вами за месяц, за два, а вы два года уже Второй год пошёл Второгодники Ставлены на второй год Докатились А что нам нужно прописать? Сколько нам нужно прописать? А нам нужно просто каждого по строчке написать Восемьдесят штук или восемьсот? Восемьсот Восемьсот в четыре страницы не вместится Надо написать хотя бы те, которые я давал Которые я давал, да Те, которые вы давали, я прописала, но у меня было отнюдь не четыре, у меня было две страницы, наверное Странно Я прописала ваши, плюс ещё кое-какие из листочков Ну тогда попишите ещё что-нибудь из листочков, что ли, на выбор Вот шлегелевские я все прописала, а там же есть большие списки Ну возьмите, могу с ним в размере списка Вопрос в том, чтобы вы вписали то, что вас смущает и сбивает, понимаете? А что именно вас сбивает, я ведь не знаю Вот видите, как реально Она, её смутила, казалось бы, простейшая, там, тха, да? То есть я в жизни... Она просто не читала перед уроком, и ей было трудно Ну да, то есть как бы Казалось бы, такая вещь, которую не должна смущать Она прочитала другие, которые сложные Она прочитала слюкту А вот некоторые смущают Поэтому у каждого свои слабости, так сказать И свои сложности Поэтому я ваши... Вот у меня есть список тех, которые я сложно узнаю Но мой список явно не будет совпадать с вашим Мне сложно даются все, которые начинаются на букву Д Потому что они весьма сильно меняются И иногда сложно узнать Поэтому я бы на вашем месте ещё пописал бы Но вот действительно, те, которые... Вот вы смотрите и сразу не можете понять, как она построена Но это всё, что нам нужно сделать к следующему разу, да? Это всё, что нам нужно сделать к следующему разу, да? Ну и, конечно бы, конечно бы, почитать просто ещё несколько раз Вот эти две строчки, чтобы они прям получались Ну, плавно-плавно-плавно А больше некуда залезть, почитать, чтобы что-нибудь другое А то это уже вроде бы... Чтобы что-нибудь другое почитать Ну, возьмите, возьмите Из следующего занятия Из шестого занятия Возьмите там двухтиши Вот, прочитайте Вы уже всё знаете, что для этого необходимо В старом учебнике это было на сороковой странице Это из шестого занятия Второе упражнение Ага, да, я вижу Угу Хорошо Максика, да? Видите? Да Вот Можете заодно поупражняться в том, как это нужно читать Согласно канонам в Индии Я выкладывал записи Дам вам ссылку На то, как это правильно произносить То есть, ваша задача, Даша У нас уже сейчас есть желание чем-то заняться Это выучить это двухтиши наизусть Хорошо То есть, читай столько раз, пока вам не понравится И повторять наизусть Ну, не просто повторять наизусть А согласно правилам произношения стихов в Индии Хорошо? Да Хорошо А где эти правила? Где эти правила? А правила вы будете выучивать на слух? С ударениями петь будем Читать речитативом Ну, нараспев Да Индийские стихи читаются нараспев Речитативом Но никогда не как проза Конечно же Поэтому будете повторять 20 раз Или 200 раз Не имеет значения Пока не получится Вот из параллельной группы Из четырех человек Только один смог С первого раза Ну, в первого раза В смысле После первой недели Произнести Соответственно Требуемому Поэтому Начинайте учить Сколько бы недель на это не ушло Это все равно нужно будет сделать Если вы начнете переводить Ну, это вообще отлично Но этого от вас пока не требуется Хотя А говорят Есть какая-то табличка Которая Объясняет Как вносить В вот этот Спокен Д Переводчик Клава Чтобы он переводил О переводчиках Поговорим на следующем занятии Я вам расскажу О более Серьезных Источниках Познания Мы следующее занятие Тоже Разобьем Да Тоже разбиваем на две части Потому что я хочу рассказать о том Как пользоваться словарями Отлично Будем на примерах Рассматривать разные словари В частности Электронные И Популярные в интернете Системы транслитерации Что я еще хотел сказать Вот Из первого упражнения К Пятому занятию Которое мы прошли Хотел обратить внимание На Легатуры На вертикальные легатуры К К Видите строчку Обратили ли вы внимание Что Носовой Дружит С согласными Соответствующего ряда Нет То есть он дружит только с теми Которые Из его же ряда С другими не дружит Что значит дружит Ну значит он соединяется с ними А значит таких комбинаций Носовой Из одного ряда А согласно из другого ряда Они реже Они сложнее Они сложнее То есть НКХА Может быть А какой-нибудь НКХА Не может быть Но при этом На сочетается Более-менее Со всеми Правда же Да Ну то есть А в дальнейшем Уже На Има Има Они уже Менее привередливые А вот эти самые Первые две Первые два ряда Носовых Они строго дружат Только Со своими рядами Поэтому Когда вы видите Написание слова ГАНГА Вы всегда будете знать Есть там опечатка Нет там опечатка Потому что Будете знать Что НГА Может быть А НГА Не может быть То есть Первые Понятно О чем речь Или не очень Да Да Примерно понятно Примерно Беспримерно Первые два ряда Точнее даже Не первые два Первые три ряда Ведь серебральные Тоже они Если под Н Стоит Точка То У соседей Тоже будет Скорее всего Точка Эта точка Она заразная То есть Например Слово Данда Как пишется Помните Данда Она же Палка Стержень Знак Припинания Как пишется Помните Нет Нет Посмотри Данда На доске Видите Да Если у Н Есть Точка Под То есть Она Церебральная То не может Быть Такого Сочетания Чтобы у Д Не было Точки Понятно Понятно То есть Две точки Подряд Если вы В книге Видите Что Одна Точка Отвалилась То вы Точно Знаете Что Это Опечатка Потому Что Такого В природе Не бывает Вот Так же Как И Данда Не Может Быть Трех Написаний Слова Ганга Индусы Норовят Все Носовые Записать Через Анусвару Помните Я вам Рассказывал Чтобы Не Усложнять Себе Жизнь Они Любой Носовой Звук Попытаются Записать Через Анусвару Почему Они Это Делают Даш Ну Чтобы Шрифты Наверное Не Дополнительно Не Загружаются Ну Да Не требуется Дополнительного Шрифта То Есть Ганга 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 Это У нас Это У нас Просто Два Раза Га И Над Первым Из них Кружок И Точка Все Ганга Вот Как В Индии Записывают Слово Ганга То есть Каждый раз Это Нужно Будет Догадайся Сам Догадайся Сам Да Какая Носовая На самом деле Там Каких Нибудь Дотошных Книгах Коих Очень Мало Напишем Все По-честному Но Чаще Чаще Например Индра Вот Напишите Даш Вы же Можете писать На доске Или Нет Сейчас Попробую Попробуйте Мне изобразить Индийское Написание Слова Индра Так Для этого Надо Что Сейчас Попробую Мне нужно Стирать То Что У вас Можете Стирить Ага Еще Не знала Как Это Делать Нет Выделить Все Выделить Все И нажать Например Делать Делать А как Выделить Не рисовать А Нажмите На Курсор Который Слева От Каракули И тогда Вы будете Выделять Но Не рисовать Да Какая Получается Вот Отлично А теперь Нажмите Делать Например Да Хорошо Так Нажмите Нажмите Тендра Да Ой Там Лигатура Дальше Да Ну А Индусы Лигатуру Ну В смысле Лигатуру По-любому Да Просто Проще А так Я вам говорю Что носовой Передаем У нас Фарой Пишем Индийским Методом Тогда Вот Так Ой Не получается Угу Так Угу Так Угу Угу Кривота Какая Да Отлично Отлично Так В Индии Пишет Слово Индера Ну Собственно Вот Что я Хотел Сказать Сергей Какие Вопросы Вот Это Написание Р Перед Согласна Это Перед С Р Читается Перед С Лигатурой Или Перед Той Согласна Над Которой Он Написан А вы Как Сами Думаете Ну По Логике Перед Сей Лигатурой Разумеется Разумеется Перед Сей Где Бы Р Не Было Расположено Под Над А Читается Перед Всем Поездом Каким Были Длинным Он Не Был Звучит Так Даже Мед Типа Типа habilюшим Звучит Типа трипа Ну, давайте, у вас из шестого занятия, на самом деле, вы можете делать, вы можете делать, вы можете прекрасно делать, собственно, все упражнения. Сами сандхи, следующие сандхи, сандхи С и Р, мы пройдем после, но, опять же, тут нет ничего такого, из-за чего вы не могли бы делать домашние задания. А, тут как раз даже написано упражнение на повторение. Ну, да, тем более там повторение идет. Объяснить имеющийся сандхи С вы не сможете, но у вас этого не требуется, скажем так, прочесть их и разобрать их на уровне этого текста, вы и так сможете, этого двустишия. Ну, то есть, грубо говоря, сделать все, кроме четвертого. Ну, да. Ну, хорошо. Можно еще как-нибудь все аудиозаписи скинуть, а то я там начал повторять и многие вещи забыл уже. За все не ручаюсь, сейчас выложу вот эту, чтобы не забыть, чтобы Ариадна нас просмотрела и догнала, и перегнала. Попытаюсь, Сергей, сейчас восстановить, пока не забыл, выложу. В прошлый раз просто я не помню, она записалась, не записалась, даже, например, честно. Был переполнен жесткий диск, и он решил не записываться, кажется. Сейчас выложу. Ну, тогда до следующей субботы, до, 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 до шестнадцатого. Тоже время? Нет, время можно и более гуманное. Да, давайте, это у меня котелок не варится, трачет. Время можно взять еще, к примеру, по-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, девять, например. Отлично, если Ариадна сможет, то... Ну, да, спросим Ариадну какую-нибудь. Ладно. Какие-то утренние злые. Да, спасибо большое. Ну, есть мой шарм, согласитесь, с утра? Ну, да. Ну, все тогда, до свидания. Спасибо. До свидания. До встречи. Угу.